Женские штучки. Выставка с таким интригующе-кокетливым названием открылась первый день апреля в Доме России, Всероссийского историко-этнографического музея. Интерактивная экспозиция «Женские штучки» – это результат идеи сотрудника ВИЭМ Людмилы Галузиной, а в воплощении идеи в жизнь активно принял участие коллектив музея. Весна на улице, весна в душе, хочется перемен, хочется каких-то преображений. И вот мы обратились к простым обыденным вещам, такие как женские штучки. В нашей выставке каждый зал презентует свою эпоху. Шесть залов со своим экскурсоводом, своим героем. И рассказывается о тех женских мелочах, которые были всегда. Любовь никто не отменял ни в войну, ни в революцию, не зависит ни от времени года, ни от эпохи. Женщины всегда стремились к красоте. Поэтому автор выставки, это сотрудник нашего музея Людмила Галузина, она пришла к такой идее организовать такую необычную интерактивную выставку. И мы, Андрей Борисович Михайлов, директор нашего музея, с удовольствием ее поддержал. И в течение года готовилась эта выставка именно из фондов нашего музея. Экспозиция включает в себя шесть залов, в каждом из которых представлена своя эпоха, свое время. Представлены они через мир дамских вещей, нарядов, аксессуаров и даже запахов. А начинается путешествие во времени с зала под названием «Русская красавица». По эстетическим представлениям Древней Руси, женщина должна иметь высокую статную фигуру, белое лицо с ярким румянцем и с оболинными бровями. Женщины Древней Руси уделяли огромное внимание уходу за кожей лица. Для этого они использовали многочисленные средства, то есть жиры животных, мед, сметану, яичный желток. И также использовали соки овощей. Для того, чтобы отбелить свое лицо, использовали сок огурца или отвар петрушки. Разнообразие женских головных уборов. В их числе уникальный, шитый золотом повойник женщины Новоторжского уезда. Любовно изготовленные обереги. Куклы из материи. Все это помогает ощутить, что же такое образ настоящей русской красавицы. А в следующем зале образ уже иной – светская кокетка. Войдя в этот зал, словно попадаешь на страничку романа. А знаете ли вы, что раньше в середневековый период было очень модно иметь бледный цвет лица? Богатые женщины тем самым подчеркивали свое благосостояние. А испанские женщины легкого поведения, наоборот, красили цвет в розовый цвет, дабы отличиться от богатых женщин из высшего общества. Ощутить дух мелочей, прелестных и воздушных, с помощью экспозиции посетителям это удается. Яркие женские образы, созданные в каждом из залов, передают дыхание времени, а иногда и его двойственность, как в зале, посвященном эпохе НЭПа. Валечка, деточка, ты подготовила речь для работников завода? Готовлю, готовлю и репетирую. Побольше о НЭПе, побольше о НЭПе. Хорошо. Товарищи, Коммунистическая партия и Советское правительство обрабатывали новую экономическую политику. Она рассчитана на преодоление разрухи, на создание фундамента экономической смычки. Ах, Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, капиталистический вы мой элемент. На победу социализма. Все, к черту. Ах, как вчера мы хорошо провели время. Как вы мне напомнили, мое хорошо обеспеченное прошлое. Изюминка экспозиции в том, что в каждом зале своя музыка и свой аромат. Зал, посвященный эпохе НЭПа, благоухает ландышами. И в нем звучит популярная в начале прошлого века песня «Моя Марусечка». А вот в зале под названием «Фронтовая подруга» запах духов «Красная Москва». И песня «Случайный вальс», так знакомая многим. Ночь коротка, спят облака. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Хотелось бы отметить, что здесь своего рода произошел эксперимент. То есть мы сочетаем несочетаемые вещи. Допустим, какие-то фондовские реликвии, которые представляют особую ценность, мы выставляем и позиционируем их с одной стороны. И тут же рядом, в этой же экспозиции, находятся совершенно простые вещи, как, допустим, платье, у которого настолько романтическая, трогательная история. Целая судьба прослеживается. В пятом зале экспозиции под названием «Солнце клёш» гостей встречает автор выставки Людмила Галузина. В пленительном образе мороженщицы 50-х годов. Встречает, угощает и приглашает окунуться в атмосферу этих удивительных послевоенных лет. 1950 год. Самые привлекательные женщины – это были мороженщицы. И продавали они мороженое, которое называлось «Моя половинка». Стоило такое мороженое 5 копеек. Женщины очень любили такое мороженое, не боялись поправиться, потому что мода была на пышные формы и большую грудь. В каждом зале свой женский образ. А вот в последнем зале выставки женских образов сразу два. Это культовые фигуры 20-го века – Коко Шанель и Мэрилин Монро. Завершающая часть экспозиции называется «Два образа, две легенды». И действительно, без упоминания об этих легендарных женщинах, разговор о женских штучках был бы неполным. Шанель и Монро – два образа, две легенды. Что же нас восхищает в этих женщинах и что их объединяет? Экспериментаторский дух Шанель позволил воплотить в жизнь многие свои идеи, за что она и получила титул «Императрица моды». Перебирая аксессуары мужского гардероба, творческая мысль «Гениальный Коко» обогатила женскую моду. Рубашки мужского покроя, брюки, пиджаки, галстуки прочно вошли в гардероб карты современной женщины. Безусловно, посещение такой выставки будет очень интересно любой женщине. Это как бы погружение в мир мечты, в волшебную страну женских интересов и увлечений. Но и мужчинам, возможно, такое знакомство будет не безинтересным, чтобы лучше понимать своих возлюбленных, чтобы посмотреть на мир через призму прекрасных женских образов. Для нас, для музейщиков, сейчас основа – это переживание людей, чтобы человек ушел, неважно, сколько он запомнил, сколько он нашел новой информации, ну, чтобы у него осталось чувство, чтобы он знал, что здесь ему было хорошо. Какие-то воспоминания, мысли посетили его, и это наша задача. В наш век очень такой сильный, тяжелый для женщин, где женщины просто становятся феминистками и часто ругают мужчин, что они слабые. Но это не так. Сила и мудрость женщины заключается в ее слабости. И еще хочу вам сказать, что при создании выставки «Женские штучки» ни один мужчина не пострадал. Добро пожаловать, милые женщины, на нашу выставку. Не забудьте захватить своих мужчин.